Литературное чтение, 4 класс. Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка «Ключница Пелагеи». В сокращении. В некем царстве, в некем государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство. И говорит он своим любезным дочерям. «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель в тридевятое царство, тридесятое государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. И коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. И даю я вам сроку думать на три дня. И тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи. И пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первое. «Государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, не мехов черного соболя, не жемчуга бурмитского, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого». Честной купец призадумался и сказал потом, «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец, а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит-то кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет». Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит, «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмитского, ни золотого венца самоцветного, а привези ты мне туалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота б моя девичья прибавлялась». Призадумался честной купец и, подумав, мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова. «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный туалет, а и есть он у дочери короля Персидского, молодой королевешной, красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронен тот туалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сожень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ключи от тех дверей железных носит королевешна на поясе. «Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой туалет. Потяжее ли твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет». Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово. «Государь ты, мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмитского, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете». Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова. «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестриных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи». И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь водороженьку в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь водороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Находил он в осадах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков, такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да никто ему по руки не дает, что краше того цветка нет на белом свете, да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою, со своими слугами верными, по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники бусурманские, турецкие да индийские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса. Пусть где меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые, и доживать свой век в плену в неволе. Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть, смотрит направо, пни до колоды, заяцу косому не проскочить, смотрит налево, а и хуже того. Девуется честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам все идет да идет, у него под ногами дорога торная, вот идет он, почитает до полуночи, и стал видеть впереди, будто зарево, и подумал он, видно, лес горит, так зачем же мне идти туда, на верную смерть неминучую? Поворотил он назад, нельзя идти, направо, налево, нельзя идти, сунулся вперед, дорога торная, да и постою на одном месте, может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем, вот и стал он, дожидается, да не тут-то было, зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится, думал он, думал, и порешил идти вперед, выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец, королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте, и в каменях самоцветных, входит он на широкий двор, а ворота широкие, растворенные, дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые, входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, с оперилами позолоченными, вошел в горницу, нет никого, в другую, в третью, нет никого, в пятую, десятую, нет никого, а убранство везде царское, неслыханное и невиданное, золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая, дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет, не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет несмолкаючи. Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному, ложится он на высокую кровать, задергивает полок серебряный, и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерке, и музыка играет, будто издали, и подумал он, ах, ка бы мне дочерей хоть во сне увидать, и заснул в ту же минуточку. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Ходит честной купец, дивуется, и вдруг видит он на пригорочке зеленом. Цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к котому цветку. Запах от цветка по всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным. Вот, аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая. И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния и ударил гром, индо-земля зашаталась под ногами и вырос, как будто из земли перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким. Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хоронил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, знай же свою участь горькую, умереть тебе за свою вину смертью безвременную. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное, купецкое. И запись своей руки, что пришлешь за место себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье. Как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища. Так и пал купец на сыру землю, и возговорит он голосом жалобным. Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои, хорошие пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе, не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать. Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям я не ведаю, возговорит купцу зверь лесной, чудо морское. Не хочу я невольницы, пусть приедет твоя дочь сюда, по любви к тебе своей волею и хотением. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей, кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи. Думал, думал купец думу крепкую и придумал так. Лучше мне с дочерьми повидайтесь, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю чуду морскому. Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной чудо морское и без того их знал. Видя его правду, он и записи с него заручные не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери и запялит своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые. Почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать. Не потерял ли он своего богатства великого? Меньшая же дочь о богатстве не думает и говорит она своему родителю мне богатства твои ненадобны богатства дело наживное а откроет и мне свое горе сердешное и возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым хорошим и пригожим не потерял я своего богатства великого она жил казны втрое в четверо а есть у меня другая печаль и скажу вам об ней завтрашний день а сегодня будем веселиться приказал он принести сундуки дорожные железом окованные доставал он старшей дочери золотой венец золото аравийского на огне не горит в воде не ржавеет с окамнями самоцветными достает гостиниц средней дочери тувалет хрусталю восточного достает гостиниц меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким старшие дочери от радости рехнулися унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досы то потешалися только дочь меньшая любимая увидав цветочек аленький затряслась вся и заплакала точно в сердце ее что ужалила как возговорит к ней отец таковы речи что же дочь моя милая любимая не берешь ты своего цветка желанного краше его нет на белом свете взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя целует руки отцовы а сама плачет горючими слезами скоро прибежали дочери старшие попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости тогда сели все они за столы дубовые за скатерти бранные за явства сахарные за питья медвяные стали есть пить прохлаждайтесь ласков ласковыми речами утешатес за утро позвал к себе купец старшую дочь рассказал ей все что с ним приключилось все от слова до слова и спросил хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному к чуду морскому старшая дочь наотрез отказалась и говорит пусть та дочь и выручает отца для кого он доставал аленький цветочек позвал честной купец к себе другую дочь в середнюю рассказал ей все что с ним приключилось все от слова до слова и спросил хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному чуду морскому середняя дочь наотрез отказалась и говорит пусть та дочь и выручает отца для кого он доставал аленький цветочек позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать все от слова до слова и не успел кончить речи своей как стала перед ним на колени дочь меньшая любимая и сказала благослови меня государь мой батюшка родимый я поеду к зверю лесному чуду морскому и стану жить у него для меня достал ты аленький цветочек и мне надо выручить тебя залился слезами честной купец обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова дочь моя милая хорошая пригожая меньшая и любимая да будет над тобою мое благословение родительское что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотенью идешь на житье противное к страшному зверю лесному чуду морскому будешь жить ты у него во дворце в богатстве и при воле великом да где тот дворец никто не знает не ведает и нет к нему дороги ни конному ни пешему ни зверю прыскучему ни птице перелетной не будет нам от тебя ни слуха ни весточки а тебе от нас и подавно и как мне доживать мой горький век лица твоего невидаючи ласковых речей твоих не слыхаючи расстаюсь я с тобою навеки вечные ровно тебя живую в землю храню и возговорит отцу дочь меньшая любимая не плачь не тоскуй государь мой батюшка родимый житье мое будет богатое привольное зверя лесного чудо морского я не испугаюсь буду служить ему верою и правдою исполнять его волю господскую а может он надо мной изжалится не оплакивай ты меня живую словно мертвую может бог даст я и вернусь к тебе плачет рыдает честной купец таковыми речами не утешается прибегают сестры старшие большая и середняя подняли плач по всему дому вишь больно им жалко меньшой сестры любимой а меньшая сестра и виду печального не кажет не плачет не охает и в дальний путь неведомой собирается прошел третий день и третья ночь пришла пора расставаться честному купцу расставаться с дочерью меньшою любимою он целует милует ее горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское вынимает он перстень зверя лесного чудо морского из ларца кованого надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками мизинец